Судя по всему, Россия в очередной раз показала свое отношение к Армении, и она рассматривает Армению не как партнера, не как союзника, а как вассала, с которым можно обращаться, в принципе, как захочется. Это еще одна возможность для сил, которые протестуют сейчас против власти при всех своих ошибках. Эта власть легитимна, но создается ситуация, при которой есть возможность усилить нажимы на эту власть, хотя, признаться честно, я не очень хорошо понимаю, какие требования можно предъявлять нашей местной власти, если границы закрыты со стороны России. Ну, однозначно, что в очередной раз нам показали, просто на дверь нам показали, что мы несуверенное государство в глазах Российской Федерации, в властях властей. Ну, этого и следовало ждать, потому что каждый раз, когда ты идешь на поклон, каждый раз, когда ты соглашаешься на унизительные условия, которые тебе предлагает якобы союзник, на самом деле, ну, не совсем союзник, надо понимать, что... Есть другой выбор. У нас есть другой выбор. В принципе, да, я думаю, каждый раз, когда ты ведешь себя в статусе суверенного государства, ты получаешь соответствующий ответ, да, соразмерный ответ. Когда ты ведешь себя как вассал, ты получаешь ответ как вассал. Конечно, я понимаю, что есть очень большие проблемы, связанные с газом, с электроэнергией. У нас очень много договоров, мы связаны по ОДКБ, мы связаны по различными связями. Конечно, нет необходимости разрывать связи с Россией. Она одна из наших партнеров, но Россия должна понимать, что она один из наших партнеров, и все. Она не наш единственный партнер, и до тех пор, пока она чувствует себя здесь хозяином, когда она чувствует себя здесь господином, и пока наши власти одна за другой идут на поклон, у нас будет вот такая ситуация. Продолжение следует...